И как уже было отмечено, участие в крещенских купаниях рекомендовано только абсолютно здоровым людям. Для остальных это риск нанести себе существенный вред. Так что совет один – заранее убедиться в безопасности для себя подобного экстремального занятия. Например, пройдя диспансеризацию. Когда мы это все пройдем, начинаем с нижней челюсти выгребаем, выметаем. На каждом месте 7-8 раз. И точно так же изнутри. Научиться правильно чистить зубы, проверить здоровье легких, убедиться в том, что нет патологий в работе сердечно-сосудистой и других систем организма, получить рекомендации по здоровому образу жизни и профилактике потенциально возможных нарушений. И все это можно здесь, в Центре здоровья Юрбитской ЦГБ, где специалисты не только проверят основные показатели в рамках рекомендованного по возрасту минимума, но и при необходимости отправят пациента на дополнительное обследование. Второй этап – это дообследование, о котором обычно пациенты волнуются, потому что раньше было прописано сделать УЗИ, сделать то-то, а сейчас по результатам анкеты, что пациент написал в анкете, и по результатам врача, который посмотрел пациента и выявил у него патологию. Вот эти люди направляются на второй этап. На втором этапе они обследуются узкими специалистами – офтальмолог, отолеринголог, невролог, кардиолог, различные диагностические обследования. Причем особенно важно это для тех, кто в течение последнего года переболел COVID-19. Случаи заражения коронавирусом по-прежнему фиксируются, а болезни опасны развивающимися после осложнениями. По углубленной диспансеризации у нас прошло 3577 человек и 1003 направлены на дообследование на второй этап. То есть это люди, которые нуждались в проведении эхокардиографии, то есть УЗИ сердца и УЗИ нижних конечностей. То есть по результатам первого этапа, по результатам обследования, анализов, дедимера, мы направили их на второй этап. За прошлый год к специалистам центра для прохождения диспансеризации обратилось без малого 10 тысяч жителей города и района. В большинстве случаев серьезных отклонений в здоровье выявлено не было. Хотя для многих результаты ее стали поводом для обращения к специалистам. Если пациент правильно подготовлен, если правильно сдал анализы, то эффективность проведения диспансеризации есть. Значит, за 2022 год у нас выявлено 369 случаев заболевания у женщин. Все направлены на дообследование. Кто-то уже обследовался, кто-то еще проходит этап обследования. Есть случаи выявления и подозрения на онкологическую патологию. И все они в ранней стадии, что очень хорошо. То есть запущенных на сегодня как-то у нас не выявилось. Напомним, пройти диспансеризацию в Центре здоровья можно в первой половине любого рабочего дня. Также организуются и зеленые субботы. Обратиться можно самостоятельно. Кроме того, на профилактическое обследование могут пригласить и участковые терапевты. Ну а в прошлом году специалисты Центра опробовали проведение выездной диспансеризации. Есть нюансы, но работать в этом направлении медики тоже готовы. Представляют так, что мы вышли и все абсолютно сделали где-то в стенах предприятия. На самом деле-то это не так. Женщинам надо будет прийти, допустим, на маммографию. Кому-то надо будет прийти на рентгенографию. Кому-то на флюорографию. То есть есть те методики, которые мы не можем обеспечить. Да, смотровой мы можем, акушерку, взять, прийти, и она там посмотрит. Но до обследования надо обязательно пройти сюда. На УЗИ надо прийти сюда. На эхокардиографию прийти сюда. Поэтому вот если молодой коллектив, где по состоянию здоровья еще не требуется большого дообследования, наверное, в эти коллективы есть смысл выходить. Продолжение следует...